Еще каких-то лет 15 назад о том, что такое ИН, а тем более, когда он может потребоваться, могли сказать лишь немногие наши соотечественники. Но сегодня для всех граждан России, независимо от рода и их деятельности, получение номера налогоплательщика имеет большое значение. Этот тезис актуален и в отношении организации различных форм собственности. Некоторые россияне по религиозным мотивам не обращаются в госорганы для получения ИН, другим лень тратить на это время. Но столкнувшись с трудностями во многих сферах повседневной жизни, они убеждаются, что без проведения этой процедуры не обойтись. Что такое ИН и зачем он нужен? Данный термин является аббревиатурой словосочетания «Идентификационный номер налогоплательщика». Предоставляется он в виде документа с последовательностью цифр. Этот числовой код является уникальным и присваивается каждому россиянину или предприятию автоматически при его регистрации в реестре Йогурн или ЕГРИЛ соответственно. Сам же документ, помимо персональных данных физического лица или наименования организации, содержит сведения о месте регистрации субъекта в качестве налогоплательщика. В первую очередь ИН нужен для обеспечения полноценной отчетности граждан и юридических лиц перед фискальными органами. Но хоть название номера указывает на его использование в налогообложении, он применяется не только в области экономического регулирования. Функционирующая на его основе система и натождествления, автоматизирует работу ФНС и социальных служб, исключает возможность возникновения ошибок при определении физического и юридического. Лица с одинаковыми наименованиями, адресами и так далее упрощают процедуру учета трудовой деятельности, в частности, оригинал им гражданина РФ для этого запрашивают при трудоустройстве. Позволяет выполнить процедуру регистрации на портале Госуслуг с целью его дальнейшего использования, является одним из основных моментов для получения статуса индивидуального предпринимателя. Предоставляет возможность узнать данные о задолженности по налогам, в банковской сфере используется для идентификации граждан, обратившихся за кредитами, позволяет финансовым организациям. Применять санкции в отношении открытия вкладов, депозитов гражданами, чьи счета были заблокированы решением ФНС и так далее. Узнать ИН можно в режиме онлайн на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого корректно вводится номер и серия паспорта в соответствующие строки, а также заполняются все другие поля. Если гражданин состоит на учете в ФНС, тогда ИН он увидит в строке результата. Расшифровка ИН для физических лиц. Присвоение гражданину идентификационного номера подтверждается выдачей свидетельства о постановке на учет в органе налоговой инспекции. Обращаем ваше внимание на то, сколько цифр в ИН физического лица. Их там 12. Расшифровка этой последовательности выглядит так. Цифры с первой по четвертую означают код подразделения фискальной службы, присвоившего ИН. Находится этот параметр в справочнике налоговых органов. Цифры, начиная с пятой и заканчивая десятой отображением порядкового номера записи о налогоплательщике. Цифра 11 и 12 контрольная. Число. Для его расчета используется специальный алгоритм, разработанный сотрудниками МНС РФ. Индивидуальные предприниматели используют по закону имеющиеся у них ИН для физического лица. Более подробно об этом речь пойдет ниже. Как расшифровывается ИН для юридических лиц. Цифра ВИН юридического лица на 2 меньше по сравнению с физическим, то есть этот идентификатор десятизначный. Расшифровывается он следующим образом. Первые четыре цифры – код подразделения ФНС, присвоившего ИН. Узнать его можно из того же справочника налоговых органов. С пятой по девятую включительно – последовательность цифр порядкового номера записи о налогоплательщике. Последняя десятая цифра тоже представляет. Собой контрольное число, расчет которого осуществляется по специальному алгоритму, разработанному сотрудниками МНС РФ. Свидетельство, подтверждающее присвоение ИН. Свидетельство о присвоении ИН-бланк строгой отчетности, характеризующейся наличием определенных степеней защиты. Заверяется гербовой печатью ФНС и подписью уполномоченного сотрудника фискальной службы. Физлицы могут найти на бланке, помимо номера ИФИО, еще и сведения, касающиеся их даты и места рождения, а также полное наименование органа налоговой инспекции, выдавшего документ. Как выглядит свидетельство, смотрите ниже. Теперь несколько слов об ИН-предприятии. Прежде всего необходимо знать, что идентификационный код учредителей не имеет никакого отношения к последовательности цифр номера налогоплательщика, учрежденных ими юридических лиц. Один и тот же собственник бизнеса может зарегистрировать несколько предприятий, и каждому из них будет присвоен свой налоговый номер. Пример бланка ИН-организации изображен на рисунке. Отметим, что зная идентификационный номер предприятия, любое лицо может получить о нем много дополнительных сведений, наличие, отсутствие статуса налогоплательщика НДС, судебную историю и так далее. Как можно получить ИН? Выдает номер человеку орган налоговой инспекции, где он состоит на учете. Согласно П2СТ, 346,28 налогового кодекса РФ, таковым является подразделение фискальной службы по месту жительства. Выяснив, где получить ИН, налогоплательщик должен прийти туда только с действительным паспортом гражданина России и воксерокопией. Сотрудник инспекции выдаст бланк заявления. Оформить его не составит никакого труда, поскольку на стендах приемного помещения можно найти образец заполненного бланка. Также можно в режиме онлайн не только встать на налоговый учет в ФНС, но и инициировать процедуру получения свидетельства о выдаче ИН. Делается это через интернет-портал Госуслуг. Зарегистрированные пользователи имеют доступ в личный кабинет, что позволяет им после отправления заявки отслеживать этапы ее обработки. Для получения налогового номера придется лично посетить орган ФНС. Как узнать свой ИН? Сегодня существуют три способа, позволяющие узнать ИН. Первый, он же самый очевидный, это непосредственное обращение в подразделение фискальной службы по месту постановки на учет. А вот с помощью двух других можно определить свой ИН в удаленном режиме. Через сайт fnsservice.nalog.ru или тот же портал госуслуг www.gososlage.ru.16816-2. Следует учесть один момент. Только по фамилии проверить ИН не получится. Причина кроется в том, что этот номер относится к числу данных, которые выступают в качестве электронного идентификатора, как и с НИЛС. Для проверки идентификационного номера нужны паспортные данные. Так минимизируется вероятность мошенничества либо хищения информации. Как можно заменить ИН? Надо понимать, что речь идет не о замене присвоенного налогоплательщику идентификационного номера, а о получении нового бланка свидетельства. Ведь ИН физлица сохраняется за ним бессрочно. Но и замена самого документа должна проводиться при наличии определенных причин, связанные они с изменением ФИО, место рождения, даты рождения, пола. Получить ИН нового образца можно также при утере ранее выданного документа. Алгоритм действий такой же, как и при первичном получении идентификационного номера. Даже заявление заполняется по той же самой форме, а именно номер 2 двухучет. С собой нужно иметь паспорт. Если заявление отправляется по почте, к нему необходимо приложить заверенную нотариально копию паспорта. Следует знать, что замена свидетельства не облагается госпошлиной, поскольку данная процедура не рассматривается как повторная выдача. Ведь содержащиеся в новом свидетельстве сведения будут отличны от изначальных. Как восстановить свой ИН? Обычно вопросом восстановления ИН задаются граждане, утерявшие свидетельство. Другая часто встречающаяся причина – документ настолько испорчен, что разглядеть цифры на нем не представляется возможным. Восстановление выполняется путем обращения в налоговую службу с соответствующим заявлением. Потребуется также документ, подтверждающий личность обратившегося лица. Во вновь полученном свидетельстве будут прописаны данные, которые содержат утерянный, испорченный ИН старого образца. А это уже трактуется как повторная выдача данного документа, то есть необходимо будет уплатить госпошлину. Ее размер составляет 300 рублей, при необходимости ускоренного восстановления придется заплатить в двух раза больше 600 рублей. Электронные сервисы, ориентированные на проведение данной процедуры в режиме онлайн, отсутствуют. По состоянию на 2021 года, возможно лишь оплата этой услуги через официальный сайт ФНС ИН для гражданина другого государства. Гражданин другой страны обязан получить ИН, если он собирается жить в РФ и ему требуется оформить патент на трудовую деятельность или разрешение на работу, получил разрешение на временное, проживание в России, владеет на территории РФ имуществом, подлежащим налогообложению, например, недвижимостью или автотранспортом, совершает в России операции, результаты которых подлежат налогообложению. Для получения ИН иностранец должен обратиться в орган фискальной службы по месту жительства. Выдается свидетельство о присвоении идентификационного номера по месту подачи заявления. Частые вопросы Несмотря на то, что действует ИН на территории нашей страны уже более 20 лет, у граждан возникают вопросы. Ниже представлены ответы на те, которые встречаются наиболее часто. Можно ли ламинировать ИН? Казалось бы, праздный вопрос. Ведь благодаря этому мероприятию документы будут сохранять свою сохранность более продолжительный срок. Между тем, отечественное законодательство, СТ-2 номер 183 ФЗ от 12,11. 2021 запрещает проводить такого рода защиту определенных бумаг. Но свидетельство ИН в этот список не входит. Запрет распространяется на акты гражданского состояния, подтверждающие следующие события. Заключение либо расторжение официального брака, рождение человека, установление отцовства. Смена имени, усыновление или удочерение, смерть. Нужен ли ИН для поступления в ВУЗ? В список документов при поступлении в российские ВУЗы не входит свидетельство ИН, что предусмотрено приказом Минобразования РФ номер 50 от 14 января 2003 года. Действие данного приказа распространяется и на поступление в колледж. Но иметь номер налогоплательщика все-таки не помешает. Тогда, став студентом, гражданин сможет получить карточку любого банка для работы с платежной системой МИР, на счет которой будет перечисляться стипендия. Можно ли без ИН устроиться на работу? Отечественное законодательство не содержит нормы, требующие предоставления налогового номера при оформлении на работу, за исключением трудоустройства на госслужбу П. 6 часов 2 СТ, 26 ФЗ номер 79 от 27 июля 2004 года. Минфин при этом проявил непоследовательность. Его письмо за номер 11 2 июня 0733 года от 23,12. 2021 внесло полную сумятицу. Дело в том, что оно запрещает органам ФНС принимать отчетные документы у юридических лиц ИП, если в них не указаны налоговые номера наемных работников. Однако уже следующим письмом номер БС 11 дробь 1068 от 7,01. 2021 был подтвержден факт необязательности предоставления ИН при оформлении на работу. Поэтому, чтобы исключить возможность возникновения неприятных моментов во взаимоотношениях с фискальной службой, работодателям рекомендуется запрашивать у претендентов на свободную. Должность наряду с обязательными бумагами также и налоговый номер. Государственный регистрационный номер – это то же, что ИН. Это совершенно разные понятия. Номер налогоплательщика присваивается как простым гражданам, физическим лицам, так и предприятиям различной формы собственности. По иному обстоят дела с государственным регистрационным номером. Присваивается ИН исключительно юридическому лицу и соответствует записи, фиксирующей факт создания организации. ИН присваивается один раз на всю жизнь или нет? Да, один на всю жизнь. То есть ИН действует в течение всего периода физического существования субъекта налогообложения. Получить можно лишь дубликат бланка свидетельства о присвоении номера, в случае его утери, либо новое свидетельство, в случае изменения персональных данных гражданина, в документ будет внесен. Прежний ИН. Может ли у физического лица не быть ИН? Действующее законодательство не устанавливает никаких санкций в отношении гражданина, не получившего номер налогоплательщика, если тот не является индивидуальным предпринимателем. Совпадает ли ИН ЛИП и физического лица? Налоговый номер, присвоенный человеку фискальной службой, совпадает с ИН, полученным им после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Гражданский кодекс РФ однозначно указывает, что ИП, по сути, это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и получающее от нее доходы. Собственно, совокупность данных факторов и наделяет гражданина специальным статусом плательщика налогов, ИП. Заключение. Идентификационный номер налогоплательщика – это уникальная последовательность арабских цифр, которая присваивается физическим и юридическим лицам с целью упорядочивания учета в ФНС. В контексте вопроса, является ли ИН персональными данными, все однозначно. Нет, к этой категории он не относится, поскольку сведения личного характера там не отражены. Субъект предпринимательской деятельности указывает этот код в бумагах, подаваемых в органы фискальной службы, декларациях, отчетах, заявлениях. Работодатель при оформлении на вакантную должность нового сотрудника не вправе требовать предоставления свидетельства ИН. Обязательным является указание идентификационного номера только при трудоустройстве на государственную службу. Срок действия ИН не ограничен никакими временными рамками. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!